Радио-связь Антенна Аккумулятор, который может быть как внутри, так и являться частью корпуса Дисплей, который есть не у всех радиостанций И ряд кнопок Одна из важных кнопок называется PTT Что расшифровывается как Push to Talk, то есть нажать для разговора В российской терминологии она называется кнопка вызова или тангента Радиостанции, применяемые в страйкболе, делятся на два основных типа Канальные и частотные Они отличаются тем, что на канальной рации есть определенное количество каналов связи Каждый из которых настроен на определенную частоту Перенастраивать рацию на другие частоты вы не можете Частотная рация не имеет заранее настроенных каналов У нее есть определенный диапазон частот И пользователь может работать на любой частоте, которая есть в данном диапазоне Теперь более подробно расскажу о каждом типе раций Канальные рации обычно продаются в магазинах бытовой электроники в комплектах из двух штук Они имеют малую мощность около 0,5 Вт Малый радиус действия около 1 км Они не очень прочные, потому что полностью сделаны из пластика Но при этом они довольно дешевы Комплект восьмиканальных раций диапазона PMR можно купить примерно за 1,5-2 тысячи рублей Рации диапазона LPD на 69 каналов стоят около 4-5 тысяч рублей И вне зависимости от производителя и конкретной модели Если количество каналов, а точнее диапазон раций совпадают То их можно соединить между собой Также большим плюсом подобных недорогих раций являются стандартные элементы питания Типа 2А или 3А То есть пальчиковые или мизинчиковые батарейки Или аналогичные аккумуляторы Хочу отметить, что канальные рации на 8 и 69 каналов работают в разных диапазонах И связать их между собой не получится В этом плане очень практичны рации, которые работают в обоих диапазонах LPD и PMR Например, моя старая рация Midland G9 Также в продаже есть рации, имеющие другое число каналов Например, 16 или 22 Такие для страйкбола лучше не покупать Будет слишком много мороки В основном в страйкболе используют частотные рации диапазона UHF Работающие в диапазоне частот от 400 до 470 МГц или более Их основное преимущество в том, что вы не ограничены определенным числом каналов Вы сами выбираете нужную частоту И у вас есть от 10 до 30 тысяч возможных вариантов частот В зависимости от конкретной модели рации Также данные рации имеют большую мощность около 5 Вт Большую дальность от 3 км И они более прочные и надежные в экстремальных условиях Частотные рации это выбор серьезных страйкболистов Потому что на нормальных играх используют только такие рации Но учтите, если вы собираетесь приобрести данную рацию Сразу покупайте запасной аккумулятор Только литий-ионный, никаких металлогидридов Это уже пережиток прошлого Если у вас небольшая команда или компания друзей Вы не участвуете в серьезных играх И у вас просто мало денег Вы можете приобрести несколько комплектов Самых простых 8-канальных раций По цене 1500-2000 рублей за пару Этого будет вполне достаточно Чтобы координировать свои действия на небольших полигонах Но учтите, что вы не сможете связаться с рациями Диапазона LPD на 69 каналов И лишь некоторые каналы на вашей рации Можно связать с частотными рациями Если денег у вас побольше Вы можете купить рации на 69 каналов диапазона LPD Данные рации вы можете легко соединить с любыми частотными рациями Для этого скачайте в интернете таблицу частот диапазона LPD И возьмите с собой на игру Пригодится Ну а если с деньгами у вас более или менее нормально Я рекомендую сразу приобретать нормальную частотную рацию Например, я последний год использую рацию под маркой Baofeng Это недорогие, но довольно хорошие рации Для страйкбола более чем достаточно Также у страйкболистов популярны марки Kenwood, Joker, Yasu и некоторые другие Если вам нужна хорошая рация, в том числе для страйкбола Рекомендую обратиться в магазин 1 МГц Он создан страйкболистами для страйкболистов Широкий выбор радиостанций, аксессуаров и всего, что вам необходимо Ссылка в описании Если у вас нет гарнитуры, то вам необходимо крепить рацию на плечо Чтобы иметь возможность более или менее удобно ее использовать Но при этом в условиях маскировки рация может легко вас выдать Чтобы этого не произошло, используют гарнитуру Помимо шума маскировки, гарнитуры позволяют разместить рацию в удобном месте На разгрузе или в рюкзаке Гарнитуры для рации бывают разных видов, форм и размеров И каждый выбирает ту, которая ему более удобна Лично я считаю, что чем меньше размер гарнитуры, тем удобнее с ней передвигаться Тем более в зарослях Лично я использую самую простую гарнитуру, которая была в комплекте с рацией Она состоит из наушника и кнопки вызова с микрофоном, которая крепится на воротник Более тяжелые и сложные системы я не использую, но многим они нравятся Также категорически не использую так называемые гарнитуры типа Security Где наушник вставляется непосредственно в слуховой канал Из-за чего данным ухом вы не слышите, что происходит вокруг При передаче сообщения нажмите тангенту Подождите секунду Передайте сообщение Подождите еще секунду Отпустите тангенту Если вы начнете говорить сразу с нажатием кнопки Или рано ее отпустите Часть сообщения может не попасть в эфир Если нужно с кем-то связаться, то сначала говорят, кого вызывают, а затем, кто вызывают Если ответчик принял сообщение, то он говорит, на связи или в канале Пример Изучите вашу рацию и все ее настройки Выставьте оптимальные параметры И на всякий случай распечатайте инструкцию И носите ее с собой на игре Если вы случайно собьете одну из настроек, вы сможете легко это исправить Выставьте минимальную мощность передачи На большинстве страйкбольных полигонов этого более чем достаточно Но при этом ваш аккумулятор проживет намного дольше Если силы сигнала недостаточно, увеличьте ее Контролируйте тангенту на рации и гарнитуре, чтобы она случайно не зажала с вашей одеждой или снаряжением Иначе вы забьете весь эфир Что на играх бывает довольно часто Помните, что противник может вас прослушивать Поэтому старайтесь использовать кодовые обозначения, которые вас не выдадут Также, чем меньше переговоров идет по вашей частоте Тем меньше шансов, что противник ее отследит Минимизируйте время передачи сообщений Говорите короткими, четкими фразами Не засоряйте эфир лишней болтовней Помните, что мертвые по рации не разговаривают И даже не сообщают о своем статусе Ну что ж, надеюсь, видео было для вас полезно Думаю, я заслужил лайк Не забудьте подписаться на канал и группу ВКонтакте, если вы этого еще не сделали В описании есть много полезных ссылок И поменьше засоряйте радиоэфир Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!